Глубоко уважаемые президиумы, глубоко уважаемые коллеги, разрешите представить вам доклад «Выбор локального лечения при местно распространенном раке молочной железы». Позволю себе напомнить определение местно распространенного рака молочной железы. Почему? Потому что зачастую он трактуется по-разному. Это опухоль больших размеров больше 5 сантиметров, это образование меньших размеров, но занимающая большую часть молочной железы. Так тоже в жизни бывает. Это первичная опухоль любого размера, распространяющаяся на кожу молочной железы. Также опухоль состранена на структуру грудной стенки и метастатическим поражением региональных лимфатических узлов, в том числе внутригрудных и надключичных лимфатических узлов. Мы предлагаем рассматривать все опухоли молочной железы, разделяем на несколько видов. Это операбельные формы рака молочной железы, условно операбельные или условно неоперабельные и неоперабельные. К операбельным относятся как ранний рак молочной железы, так и некоторые разновидности местно распространенного рака молочной железы при люминальном А-типе опухоли. Условно-операбельный – это место распространения Т-любое с метастатическим поражением лимфатических узлов больше, чем Н2И. Ну и неоперабельный рак молочной железы, понятно, это метастатические формы. На этой фотографии приведены примеры условно-операбельного рака молочной железы. Здесь виден симптом площадки, размер опухоли больше 4 см, но нет никаких кожных проявлений. И у этой пациентки Н1, то есть это Т2Н1 без кожных проявлений. В то же время при небольшой опухоли, но при симптоме лимонной корки, это мы уже рассматриваем как условно-операбельный больной. То есть те пациенты, которые нуждаются в предварительном лекарственном лечении. Но здесь это исторический экскурс, какие были раньше проведены исследования по поводу лечения местно распространенного рака молочной железы. Как вы видите, это 1943 год, 1979 год, 1977 год, где предлагалось местно распространенный рак лечить только одним локальным методом, это хирургическим. И здесь вы видите пятилетнюю выживаемость всего от 6 до 30%. Поэтому здесь мы с этим слайдом поступаем следующим образом. То есть местно распространенный рак не может лечиться одним локальным методом лечения. То есть ни оперативным, ни лучевым терапией требуется комплексное лечение. Вместо локального лечения местно распространенного рака молочной железы. Мы хотели бы рассмотреть три методики. Это оперативное лечение как локальный метод, затем адювантное лечение. Это неоадювантное лечение, операция, затем адювантное лечение. И неоадювантная химиотерапия, операция, либо химиотерапия, либо лучевая терапия, которая заканчивается без операции, продолжающая лучевой терапией. Остановимся на операбельных формах, как мы считаем, и те виды мест распространения, которые являются операбельными. Это Т0, 2Н1 и Т3Н0 или Т4Н0. И подчеркиваю, при люминальном ТПА. Новоадевантная системная терапия. Что выключается? Цель лечения системной терапии, как предоперационно-операбельных больных, это цель одна. Создание более благоприятных условий для орган, сохраняющего лечение и получение лекарственного патоморфоза. Проведение системной терапии у заведомо или условно неоперабельных больных, мы рассматриваем как индукционная, целью этого лечения является достижение регресса опухоли и создание условий для локального лечения. То есть без новоадевантного лечения, локального лечения в данной ситуации невозможно. И последующая адевантная терапия и профилактика микрометастазирования. На данной таблице приведены принятые рекомендации РУСКО 2014 года. И здесь рассматривается как раз таки, вы видите, первично-операбельный рак молочной железы, который соответствует тем стадиям, о которых я говорил. При назначении новоадевантной терапии это при частичном эффекте, частичный эффект только тогда, но радикальная резекция невыполнена, все равно делается мастектомия. Так что тогда, когда нет эффекта, должна производиться мастектомия. Первично-операбельный рак молочной железы хотелось бы остановиться на таких вещах, как стремление к органно-сохраняющему лечению. То есть в исследовании ERTC-10902 мы его рассмотрели, исследование было проведено на 698 больных. И вот здесь вы видите, что в этом исследовании мастектомии планировалось 246. Этим всем больным была выполнена при операбельном раке молочной железы, подчеркиваю, новоадевантная химиотерапия. Орган сохраняющих операций удалось сделать всего 23%. В то же время в группу больных, которым изначально можно было делать органно-сохраняющие операции, из 77 больных, у 14, то есть 18% вместо органно-сохраняющей операции была проведена мастектомия. То есть у 18% больных при первично-операбельном, когда могли делать органно-сохраняющую операцию, наступило не местное прогрессивное заболевание, и этим пациентам пришлось выполнить не органно-сохраняющую операцию, а мастектомию. То есть здесь цифры вполне соизмеримы. То есть те цифры, которые мы пытаемся приобрести для органно-сохраняющего лечения, мы также примерно такое же количество можем потерять из органно-сохраняющих операции в данной группе больных. Но это известное исследование, где изучалось влияние нео-одевантной-одевантной химиотерапии в операбельных больных. Это всем хорошо известное исследование, на основании которого было доказано, что при операбельных формах нео-одевантная химиотерапия не влияет на выживание. Выживание было одинаково, что в группе получающих нео-одевантную химиотерапию и одевантную химиотерапию. Еще раз подчеркиваю, группа больных в операбельных больных, то есть ранних форм, чтобы это не путалось. Было проведено много исследований, где рассматривались также местно распространенные формы, но в то же время, которые мы считаем операбельные. И вы видите, что не было достоверных различий в безрецидивной выживаемости и общей выживаемости. Зачастую самое главное при назначении нео-одевантной терапии при операбельных формах, даже при местно распространенном раке, это, конечно же, гистотип опухоли. Здесь пример пациентки, которой первичный диагноз ставил Т2Н1. Но обратите внимание, что это был люминальный тип АП, эстрогенопрогестерон положительный, R2-30, 67-4%. И этой больной со стремлением сделать органо-сохраняющую операцию была назначена химиотерапия. Было назначено три линии химиотерапии, то есть на ЦМФ было прогрессивно, ФДЦ прогрессивно, таксано прогрессивно. Нам ничего не оставалось сделать, как при отсутствии отдаленных метастазов, подчеркиваю, люминальный тип А. Нам пришлось прооперировать результат через три года. То есть зачастую стремление к органо-сохраняющей, провести органо-сохраняющую операцию пациент с люминальным типом, приводит к таким результатам. Варианты сроков локального лечения при операбельном местно распространении рака и молочной железы. Но тоже всем хорошо известно, что до оперативного лечения при операбельном раке молочной железы, при назначении неодевантной химиотерапии, проходит до восьми циклов. И в то же время, если операбельный рак молочной железы начинает с операции, а потом проводить одевантное лечение, то получается, что операция отодвигается от 12 до 24 недель при проведении неодевантной химиотерапии. В то же время, неодевантная химиотерапия опережает одевантную всего на 2-4 недели. Мы же ее прооперируем и через 2-3 недели начнем одевантное лечение. Поэтому, по нашему мнению, критерием первичного операбельного местного распространения рака молочной железы без проведения неодевантной химии либо гормонотерапии, мастектомия, при Т1Н0, размер молочной железы не играет роли, это только люминальный тип А либо Б, прихер негативного статуса, не зависит от менструального статуса и, самое главное, согласие больной на мастектомию. Потому что некоторые больные просто не соглашаются на мастектомию. И второй критерий Т2Н1, допустим, Т3Н0, это большой размер молочной железы. Бывает так, что размер молочной железы достаточно большой, то есть формально, да, она Т3, но опухоль достаточно невелика относительно размера молочной железы. И также люминальный тип А, Б, прихер негативного статуса. И опять-таки согласие больной на мастектомию. Потому что мы говорили о том, что не получено различия в показателях выживаемости неодевантной химиотерапии и одевантного лечения. Место локального лечения, место распространенного рака молочной железы. Неодевантное лечение, операция, одевантное лечение. То есть мы рассматриваем вторую группу условно-операбельных больных при Т-любом, но при увеличенных лимфатических узлов. Цель применения неодевантной химиотерапии мы составили такую таблицу, где сравнили местно распространенный рак операбельный и местно распространенный рак условно-операбельный. Увеличение общей безрецидивной выживательной логерарной системы терапии. В первой группе нет, во второй группе да, то есть при неоперабельных формах. Определение чувствительности опухолей к химиотерапии. Здесь да, поставлена созвездочка, потому что это возможно в группе притрежной негативной раке молочной железы. В рамках клинических исследований. Повышение резиктабельности и возможности хирургического лечения. Нет, потому что это операбельный рак, понятно, при местно распространенном, да, это повышает резиктабельность. Увеличение вероятности органно-сохраняющей операции. При операбельной форме это при желании больной, при местно распространенном раке и условно неоперабельном это сомнительно. Практические рекомендации Русска 2014 года, где говорит совместно распространенном раке и условно неоперабельном, назначение неоадевантной химиотерапии. Если нет эффекта, то есть если есть эффект, это радикальная мастектомия, либо попытка органно-сохраняющей операции. Если нет эффекта, то это различные альтернативы видов лечения. Частота полноморфологического регресса после неоадевантной терапии. Здесь хорошо показано на различных исследованиях, полный патоморфологический регресс, не клинический или генологический, а именно патоморфологический. От 7 до 20% здесь мы не рассматривали в зависимости от люминального типа опухоли. В свое время мы в институте онкологии проводили исследования и смотрели, сколько больных. Это первая группа больных, получавших химиотерапию с лучевой терапией, это исследование в конце 80-х, начало 90-х годов. И вторая группа больных, получавших только лучевую терапию. Конечно же, при подключении неоадевантной химиотерапии количество полных регрессов было больше, чем при лучевой терапии. Но это в свое время было такое исследование. И критерии условно-операбельного местного распространения рака молочной железы. Это Т-любое. Гистотип, менструальный статус, размест молочной железы не играют роли. Место локального лечения, местного распространения рака молочной железы. Неоадевантная химиотерапия, операция. Либо химиотерапия мы здесь специально не называем неоадевантной, потому что в некоторых случаях не предполагается оперативное лечение. Это лучевая терапия. Главным критерием в данной ситуации является частота местных рецидивов после этих исследований. Вот различные авторы приводят примерно одни и те же цифры. Наше исследование показало, что если больных после химиотерапии не оперировать, то частота рецидивов 30%, что соответствует мировым данным. В то же время, если этих больных оперировать после проведения неоадюантной химиотерапии, то частота рецидивов всего 4%. То есть разница есть. Это доказывает, что после проведения неоадюантной химиотерапии мы должны стремиться прооперировать больного. В данной работе мы сравнили общую безрецидивную общую выживаемость. Мы сравнили только лучевой терапии без операции состала 57%. В то время, когда мы оперировали, составляло 72% безрецидивного. И, соответственно, 64% и 79%. То есть добавление локального лечения после неоадюантной химиотерапии, оперативного лечения, конечно же, повышает безрецидивную общую выживаемость. Конечно же, бывают и такие ситуации, когда мы провели химиотерапию, но различные циклы несколько и были попытки, и опухолевый процесс только прогрессировал. Да, в этом случае, конечно же, нужна лучевая терапия. В данной ситуации оперативное лечение не показано. Здесь надо это совершенно четко осознавать. Таким образом, результаты терапии комплексного лечения местного распространения рака молочной железы. То есть мы уже говорили о том, что только оперативное лечение или только лучевая терапия, низкая выживаемость, то есть это мы перечеркнули. Комбинирование лечения только лучевая терапия, операция либо операция только лучевая терапия всего 30-32%, в то время как на современном уровне добавление химиотерапии в адюантном режиме, конечно же, повышает выживаемость до 89%, это при местном распространенном раке молочной железы. То есть лечение должно быть только комплексным в данной группе больных. И мы предлагаем следующий алгоритм планирования локального хирургического лечения местного распространения рака молочной железы. Это определение стадии биологического фенотипа опухоли. Это основа основ планирования лечения. И дальше выделить, я не говорю, что это большая группа, это достаточно маленькая группа условно-операбельных больных с люминальным типом А. После, то есть маленькая группа операбельных больных. Им либо мастектомия, если больная согласна, если больная категорически не согласна, тогда попытка на его адюантную химиотерапию с целью возможности органно-сохраняющего лечения и обязательно адюантное лечение. Дальше я хотел бы привести один из клинических примеров пациентки, которая обратилась, я здесь не ошибся, именно Т2, потому что она так была сначала классифицирована, Т2Н1. Затем уже провели два цикла, восемь курсов химиотерапии, то есть по четыре каждого. И вы видите, и обратите внимание, опять-таки, люминальный тип А опухоли. Была назначена химиотерапия. Затем добавили, так как вы увидели, что люминальный А, добавили ингибитор ароматазы, прогрессирование заболевания. После этого перешли на ксилоду, через два месяца после начала приема. То есть вы видите, что очаг уменьшается, обратите внимание вот на эти рубцы, потому что они потом будут видны, это будет критерий, что это одна и та же больная, а не какая-то другая, не фотошоп. После четырех месяцев начала приема ксилоды, после шести месяцев приема ксилоды, после восьми месяцев приема ксилода. Я вам говорил про эти рубцы, вот это одна и та же больная. После этого лечения было отменено, была назначена лучевая терапия, больной было отказано в оперативном лечении, это произошло через полтора года. То есть, все равно появился опухоль с распадом. Мы прооперируем эту больную, вот это препарат этой пациентки, и вот результат через три года. Я могу перевернуть от начала слайда до этого слайда, чтобы еще раз показать динамику. То есть, все-таки хирургический этап, он является одним основным выводом. Местно распространенный рак молочной железы объединяет опухоли с разными клиническими проявлениями. Задача онколога выделить группу больных с первично операбельными опухолями, иллюминальным типом А, либо Б, херни-отрицательными. Значение неоадюантной химиотерапии для этой категории больных, скорее всего, все-таки переоценено. В группе условнооперабельных больных необходимо планировать последовательно применение неоадюантной химиотерапии, либо гормонной терапии, операция, затем обязательно адюантное лечение. И самое главное, что при проведении, или точнее планировании назначения неоадюантной химиотерапии, необходим контроль каждые два цикла для оценки эффекта, Чего, к сожалению, не всегда бывает. При отсутствии позитивной динамики после применения двух различных курсов химиотерапии, желательно пересмотр иммуногистохимического и исследование первичного опухоли. Вы прекрасно все знаете, что разные лаборатории могут давать различные иммуногистохимические данные. Лучевая терапия вместо оперативного лечения целесообразна только в случаях отсутствия эффекта или прогрессивной после проведения химиотерапии и при отечественных литеративных формах. Я здесь специально в скобочках написал, нельзя это путать с узловыми формами симптома лимонной корки, что тоже, к сожалению, зачастую бывает. Благодарю за внимание.